В Новодвинском доме-интернате провели большой праздник детства. У ребят побывали сказочные герои. И дети не остались в долгу, показав гостям, как они представляют мир. Расскажет Александр Богданович. Детский праздник организовали в Большом дворе Новодвинского детского дома-интерната. Встречают ребят своих гостей с искренней радостью. Праздник очень понравился, здесь очень весело. И я наконец-то дождался этого теплого солнечного лета. Региональная общественная организация «Культ Просвет» подготовили для воспитанников настоящее представление. Большие ростовые куклы пели, играли и танцевали. Наши ребята очень интересные. В плане хореографии мы очень много участвуем в хореографических мероприятиях, участвуем в танцевальных различных конкурсах, фестивалях, везде, где только можно. Обучаются, ходят в школу наши ребята. В этом детском доме живут около 160 детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии. Воспитатели занимаются с ними творчеством. Здесь нередко проходят выставки и театральные постановки. После окончания пребывания в учреждении, часть детей возвращается в свои семьи. Половина детей, которые имеют статус детей-сирот, они переходят либо в психоневрологические интернаты, либо, мы сейчас реализуем новую программу, готовим их к сопровождаемому проживанию, будут жить самостоятельно под сопровождением специалистов. Вообще задача и главная цель нашего учреждения – это максимально подготовить детей к самостоятельной жизни. Для того, чтобы дети смогли после учреждения, кто-то обратно возвратиться в семью, уже подготовиться к тому, чтобы понимать, что такое магазин, что такое общественные места, как и посещать, как можно адаптироваться и правильно себя вести в этих местах. И ребята уже многому научены. Они подготовили для своих гостей подарок – танцевальный номер. В завершении праздника дети получили сладкие подарки. Александр Богданович, Регион 29.